Кофе налили, чай налили, еды наложили, так что приятного просмотра, дорогие друзья. А мы отправляемся с вами в увлекательное выживание в диком лесу. Сегодня мы с ребятами отправимся выживать в лес, рядом с которым есть небольшая деревушка. Предварительно поделившись на три команды, участникам предстоит выживать вместе со своими союзниками, параллельно выполняя различные средневековые испытания, за победу в которых они получают баллы, а также деньги, на которые могут получить все необходимое в местном магазине. Там есть все, начиная от еды, заканчивая полезными штуками для выживания. Команда, которая за весь день наберет больше всех баллов за испытания, ебанутого лучника показали, не получит 210 тысяч рублей. Сидели два часа. Мы вы***** в этот лес. Ссать хочу. Прям сразу съемка начала. Смотрите камеру, ну что ты снимаешь? Убрал камеру от Ярика. А кто взял черный рюкзак? Ты уже что-то спи*** без первой секунды. Ненавижу вас. Тут же съемка идет. Красавица, господа. Блин, хороший день. Что, мы готовы выживать? А, да ну-ну. Никто не в***** в***** в*****. Мы подготовились. Мы подготовились. Я посмотрел, как школьники ставят шалаш. Андрюх, ты сегодня замечательно выглядишь, мне очень нравится твоя куртка. Вообще, в целом, я хотел тебе давно сказать, что ты очень талантливый человек, и это никак не связано с тем, что ты сегодня заведуешь в магазин. Стой, друзья, добро пожаловать в Средневековье. Что, здорово, ребятки, сегодня мы будем выживать в дикой тайге. Приехали на природу. Нет, кладман мудак. Но он оттаксовал сегодня целую смену с рейтингом. Нормальная кепка, вы что вообще издеваетесь на дом? Подожди, кто-то верит в языческих богов, может быть, тут? Третье вас есть? Третье вас есть рыжие? Рыбок. Херов. Я не б***. Я не рыжий. Вот, собственно, деревушка, это наша вот локация, в которой будет происходить. Я тут знаю выживание, я вас старший. Майнкрафт. Я выж... Легкий спойлер. Выживание – это только одно название в этом виде, так, ну, в видео, если что. Проходили? Да. У нас есть шансы. Друзья, добро пожаловать в деревню. У нас есть кузнец, портной. Прекрасно. Цирюльник, ферма. Ферма. С ферма. А в этой деревне эти квадрокопты. Квадрокопты? Это я не знаю, что это такое. У нас история здесь есть. Мы ехали всю дорогу, с Аней обсуждали, что хотим загородный дом и о том, как это сложно делать. Сегодня мы будем, в принципе, это пробовать. Впервые будем копать септик, проводить электричество в наш шалаш. А, это доска позора? Да. Ты у Kilimia. Улеврой. Нет, это доска вот туда закрывает и еп... Начинает. Друзья, кто-то в ней будет находиться какое-то время. Так, нам надо приотеться и распределиться по командам. Самая музыка, пошла. What the hell? Рыба-рыба. Смотрите, команда у нас следующего образа. По цветам. Короче, у нас три цвета. Зеленый, красный, синий. Команда номер один. данон ярик и данила горилла я так и знал я так и знал команда силачей сразу говорю номер два шаг дерзкой влад роговский команда номер три ну собственно с праздником тебя моего парня с днем рождения пожалуйста у него юбиле 20 лет ему будет очень приятно дорогой парень анонимной девушки я поздравляю тебя совсем чатом с днем рождения и желаю в твои 20 лет чтобы деньги текли рекой здоровье у тебя было камазами тебе его поставляли ты разгружал богатырская чтобы было всего самого наилучшего 20 лет это такой возраст и не успеешь оглянуться как уже тебе будет 30 наслаждайся моментом здесь сейчас ты должен сегодня оторваться так ебануто чтобы потом тебе было стыдно на следующий день а через несколько лет через пять через десять ты гордился этим днем поэтому двадцать лет бра бывает раз в жизни пойми это наслаждайся просто моментом поцелуй свою девушку подними ее на руках раскрути ее три оборота в одну сторону три в другую поставь бери пацанов иди пей пиво в баню заказывайте там не только пиво заказывайте других девчонок кайфуйте наслаждайтесь и просто будь счастлив а мы дальше смотреть видео таких поздравлений больше не будет если что просто нахлынуло вдохновение 20 лет реально раз жизнь марат саня фреймтеймер и олег всегда хотел почувствовать эту тему йоу чувак где мой помощь двадцать холостов по спине ему а ты где нашу подчисток под ногами валял настоящий желуд я пока шел чистый обычная кружка слушайте у меня вопрос о желуди можно вот которые на полу валяются желуди их можно есть или только кабаны и свиньи едят огромная кружка если что это ну видно же что среднестатистический рост у меня нормально я не виноват что у меня таких такие кружки друзья получайте свой реквизит это ваши рюкзаки я не еду распаковку сделаем жилетка метро потом тройка на три месяца выполнилась шаровары для денег это наверное дождевик спички охотничьи плавные салтетки вот это вот загадка я не знаю казахский фонарик и сами понимаете нормально боргся увидимся через месяц друзья вот это наша лавка наша лавка это моя лавка наша ну ладно так уже быть прям здесь разденусь по детку ты тоже хочешь здесь чуть прыщи пошли по телу блин странно телефон на телефон на палке в котомке с собой почтовый угол вроде бы только был а у крестьян были фонарики кто больше комментариях напишите хорошо что я этот момент не видел находился где-то в другом помещении во флисовой одежде сейчас это завод какой-то что это как у шутов одежда предыдущем андрей так и не стал забить с магазина проходите переодевайтесь это наш магазин опа спасибо у нас это у нас произошел речей мы начинали с палатки теперь у нас весь дом это точно мой размерчик то и да я тебе говорил то что это моя давай сюда ну что хоть будем мои русские братья сразу понимаете так где тестостероновая мощь на кого на ноги даже не налезла этот кольчужка одежда для выживания ever что это рукава иванушки интернешнл они выглядят не очень удобными сейчас они выглядят вообще неудобными если честно у меня палец сломан интересно сколько будет круто лаптях а это вроде ортопедические лапты специальные сударыня 42 мне у меня маленький ну ладно как там крестьяне говорят а есть нож какой-то есть спасибо у меня имя православный ярослав и на лесу у меня тоже шахзатбек это зло бояре или что зашли зеливи рекламы я как шрек но выпишу я нашла нам и настоящий гайки ты вообще отвратительно выглядишь спасибо нормально меня интересует арбуз просто мы планируем выживать для этого нужно свободное перемещение у меня сковывают эти рукава длинный было бы очень сейчас получить нож в спину от своего тиммейта самом начале когда я дал ему этот нож и попросил отрезок и рукав вот это сумку сделать она в сумку по воду можно в ней мочу мочу сайте и выжимать фильм фильм о выживании помню что надо пить мочу чем раньше чем раньше тем лучше как это добывает разговаривать да да ну слышишь прям искра вот я думаю у меня есть какие-то знаешь предпосылки для того чтобы выживать а телефон с собой брать пошел я на у меня в детстве мама рассказывал у них не было жевачки они жевали асфальт я надеюсь я не буду сушить эти истории целый день. Прикол хотите? Нет. Арбуз, арбуз, пюрни. Этот умрет самым первым если что. Ты всегда так делаешь? Да. Видели? Пальц, двумя пальцами просто разрублен арбуз был. Я с этой хуйнёй реально в парикмахерскую пойду. Ну подождите. Ладно реально похоже. Блядь. Марат клубничка. Ты только что рыбу кто-то резал, у меня с рыбной арбуз. Рыбой воняет. Горелый, жук, завозник. Ярик, ешь пока даю тебе. Даже не думай дружить с ними и улыбаться им. Понял. Нет, ты можешь делать вид, что ты дружишь с ними и улыбаться им, чтобы сбить их флаг. Можешь попробовать даже сейчас подойти и подружиться с кем-то из них. Я предлагаю делать комплимент по поводу муску. Команда вот это, они будут подходить делать вам комплименты, но не ведитесь на это. Я вообще в принципе тоже из ваших ребят. Есть что-то. Перегоди четвёртым. Ладно грудные, пробуем. Трогайте грудные. А ноги качаешь? Вот мы и нет. И что? Что они тебя приняли? Вот мы и нет. Я их убью ночью. Кстати, последний раз, когда я качал ноги, это была последняя тренировка. Я словил бледного чуть не упал в обморок. Это когда было вчера? Это было три дня назад. И с тех пор я больше не качаю ноги. Добро пожаловать в наш клуб. Все построено на подлости. Весь мир построен на подлости. Даже ему нельзя доверять. Он не резал рукава. Да какая крутая мелодия, есть тетради смерти вот эта фоновая. Не порезал. Проверим. Да, нужно вызывающее на подлости. Наши средневековья. Здорово. Давай средневековья. Дом дракона это средневековья? Нет. Ты хотел назваться Дайнерис, чтобы нас все по кругу. Ты реально на Шрека похож. Туалет какой-то сельский, чтобы мы вот так вот из него подвал. Сельский туалет! И лучший кайфонет! Что-то шаришь такое? Че? А, чем на Руси качались, слышишь? Брёвна. Они же все богатырями были. Тыч, пойдем, можешь что найдем? Вон там турник как будто. План продумываешь. Я съел арбуз со вкусом рыбы. Шовель. Не знаю таких слов. У меня температура что-то. А, я крижанул наверно с меня. Илюк, все, я наелся, я ничего не хочу делать. А как у нас команда будет называться? Давай придумаем. Предлагаю Шах и его друзья. Ты придурок? Мы крутые, сильные, накачанные, малышцын, тестостероновые. Все это можно запихнуть в одно слово Шаха. Дерзкая Шах, Лада Роговски. Как вам название? Команда Мерседес. Может карета? Карета, она типа жесткая, в нее запряжены лошади и они... Рыба, рыба! Пёрни! Лещ! Она умерла. Вы что с седой так обращаетесь? Ну, укуси. Нормально обращайтесь. Я надеюсь, что со мной только Влад в конце останется. А у тебя можно красть что-то? Нет. Почему? Ну ты ж убью, нахуй. Блядь, ура! Здарова, Данила, братик. Здарова. Удачного стрима. Спасибо. Поздравьте, Эр, пожалуйста, моего друга Артема Клизати. Хочу, ведя поздравление за баба-хать. Да вообще легко. Артем Клизати, с днем рождения. Что? Черепашки-ниндзя. А, мы... Братанчик, у меня лимит на поздравление с днем рождения и сяк творческий, поэтому вот можешь нарезать из прошлого поздравления и подставить для Артема Клизати. Мы эти... Клизати. Богатыри. Запомни... Бля, Даня, ты друг. А что вы так натянули? Мы же договаривались, как черепашки-ниндзя. Смотри, Даня, что ты там? Что там? Все посмотрели, ну что вы, блядь, там же. Друзья, давайте по командам распределимся, по троечкам. Ребята, я, конечно, только внимания этому человеку не хочу уделять. На город выдвигается проказа. Это Евнух? Евнух. Евнух. Все знают, кто такой Евнух, да? Если что, так, для тех, кто не знает, давайте я зачитаю сразу, чтобы у вас понимание было. Евнух полностью или частично кастрированный мужчина. Термин применяется, как правило, в историческом контексте для обозначения оскопленных в детстве слуг при гаремах восточных владителей или вельмож. Просто, чтобы вы имели в виду, на всякий случай. Это местный Евнух. Я вам представляю моего помощника Евнуха. Да я не Евнух. Бастарда. У меня есть девушка. Это Бастард Яропол. Я Андрюха. Это я Мегафон. Друзья, по командам давайте распределимся. Местный Евнух Андрей. Я не Евнух. Оджи Будо? Ребята, это мой помощник. Григорий. Какой Григорий? Ну а как тебя звать? Лэпс. Джонатан. Давайте по командам расставимся. В средневековье это, конечно, хорошо. Да, Эксайл рассказывал, как он просто дрочил в этих наушниках. Прямо вот по страшному. Согласитесь, гораздо лучше жить в эру таких технологий. Я надеюсь, что когда-нибудь они дорастут до такого, что можно, например, зайти на сайт, выбрать продукт, нажать на него. И вот спустя какое-то время он раз и появляется у тебя в руке. Да не может быть. Я не надеюсь, что смогу дожить до такого времени. Так сказать, поднял кондиционер. Я думаю, что абсолютно каждый видел. Ладно, это шутка сейчас, он не дрочил в них. Ну, по крайней мере, мне точно ничего не говорил. Я слышал, что Миша Литвин разыгрывает. Ну, то, что он разыгрывает, это сильно. То, что ему въебали пить этот М-ку, М4 там, или что-то, что въебали это жестко. Алло! Друзья! Ааа! Рад вас приветствовать в моей деревне. Меня зовут Барон Эксайл. Каноха. И это Евнуху. Ха-ха-ха-ха-ха. Деревня Скрытого Листа. Я не Евнуху. Я не, я, 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 бута, крутой. Почу тебе повяжу. Давай. Никому нельзя верить, это первый урок этого лагеря. Вот эти ворота я уважаю. Вашему вниманию торговая лавка, принадлежащая мне. Говорят, то, что вот как раз в наши века набеги устраивали из девятичек. Устраивали. Да, было, было, было. Да, и казни тоже устраивали. И крестовые походы в чьи-то лагеря тоже устраивали. Сжигание на костре тоже устраивали. А, в общем, ваша задача сейчас получить свой флаг. Я вам выдаю каждой команде. Это основа вашего лагеря. Цвет, знаешь, чего? За вузы. Смотрите, пока что. Бля, красный красивый. Задача определить ваш лагерь, где находится. Располагаться вы должны вот в том лесу. Не сильно глубоко, но типа где-то определить. Понятно, мы сбор клещик, сборники клещей. Кстати, на гвозди наступать в этих ботинках самое то. Так что быть. Бояринь смылаются над вами. Андрюша, принеси эти от клещей и от комаров. Красных облукахах. Мы можем деревню захватить нас. Не хуя делать. Тем более, такие богатыри есть среди нас. Дай кусту рюкзак. Подожди, а что ты в нем хочешь найти? Я просто хочу продемонстрировать, что у каждого в рюкзаке. Почему на моем? Соответственно, у вас там... Зонтик. Куртка. Бэйн. Бэйн. Это что? Хороший вопрос. Это палатка может быть? Нет, это, наверное, дождевик, что-то типа такого. Ну почему ты роняешь? Извини. У вас бутылочка воды. У вас спички. Абсолютно ничем не поможет. Нет комаров. Это Андрюша Евнух, не обращай внимания. О, Андрюша Евнух. Он местный дурачок. Легенда деревни. Я не Евнух. Пацаны, давайте так. Я обшипаюсь, выживет один, но зато дойдет до конца. Фонарик. Салфетки. Нож, к которому я воткнул руку. Это ловушка. Легкий спойлер, мы не пользовались абсолютно ничем из рюкзака. Ноль. Ноль профита было. Ножик. И что-то еще? Парни, я тоже спи***. Кое-что. В рису покажу. Я знаю, самое беспорядное. Нет, там капитальное. Там заводишь? Очень нужна, очень нужная вещь. Это грелка, это грелка. А, это грелка. Заморская. Все, спасибо. Отдай мне вот это. Андрюх, точнее, как? Андрюша Евнух. Григорий? Андрюша. Григорий? Андрюша, классно выглядишь, прикольно сегодня выглядишь. Спасибо большое. Ну что, друзья, пока что определите лагерь. Хорошо. Пока что вы не можете воровать флаги друг у друга. Просто... Так, написано. За сдачу флага противника команда получит 10 монет. Определите лагерь. После того, как вы определите лагерь... Лагерь. Блин. А где наш флаг? А ты не взял вот эту накидку? Нет. Возьми, она может нам пригодиться, чтобы построить шалаш. Или жопу вытирать друг другу. После секс-жилет. Подожди, а что мы там палатку ставим или что? Какой смысл в лагере? Да. Какая мотивация? Вам нужно пережить? Так тут же дома есть. Предлагаю за***ться. Сейчас драка начнется, Илюх. Давай сбежим жертв. Друзья, за лучший лагерь мы дадим вам монетки. Очень много монет. А. Я, кстати, пиздеж не было такого. Ни разу не видел, чтобы за лагерь дали монеты. Комфортик просто и все. Надо просто всем подлизывать. Мы же тоже. Скажи ему какой-то кинжал. А я как плагер, скажи что-то про кинжал. Илюх, кинжал вообще вот прям опасность вызывает. Мой? Да, очень крутой. Можно найти топор. Ночью возьмем его. И вы***ем. Все, пойдем. Все, мы идем? Все, давайте, лысые. Название команд, подумайте, какое у вас. Богатыри. За самое клевое название одна монета. Данилыч! У него должно быть новое имя. Данила. Вот его русское славянское имя. Богатыри Данило. Наша команда! Евнухи. А где Олег Сбитинь? Олег, здесь идти, и мы сейчас пройдем все самые злачные места. Пошли. Вы не хотите перед погружением в лес побрызгаться, пацаны? Согласен. Хотя бы лапти. Давай, ты меня обработай, я тебя. Ладно, ребята, идем. Нельзя много времени здесь тратить. Мы первые можем увидеть какую-то хорошую опушку и первые ее занять. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А есть какие-то параметры, что должно быть в лагере? Ну, костер развести бы. Не, костер пока же не надо разводить. Да, никакого костра. Я знаком с Борисом Берестой, в таких лесах ничего нет. Чума близко. Пошли. Пошли. Я боевой, еб**ец. Давай затестим справа с ним. Я не дотягиваюсь. Блин, не то взял. А из лука я сиху? Во-первых, хуй с ним, я не евнух. Это не факт. Пошли, ебнух. Неб***ь, мой хуй, оно стрелло. Это что это? Это майский жук, еб**ь. Мужик. А что вы за нами идете? Другого пути нет. Кстати, там в зеленой команде соловей-разбойник есть. Песню запевай. Учбутай, пока не будет. Нам надо название еще, да, придумать какое-то? Да, что-то с красным связано. Краснополые. Краснополые. Но мы сейчас первые идем, если что, мы можем еще успеть место выхватить. Вон там оху... Во, во. Мужики, сразу хочу сказать. Я очень сильно боюсь пауков. Если вдруг вы увидите, отведите меня от этого места как можно дальше. Построим дом в виде паука. Нам надо найти такое место, чтобы у нас материалы строительные были близки. Бля, неужели можно настолько сильно бояться какое-то насекомое, то что ты вот прям не можешь совладать со своими эмоциями? Я вот думаю, я не люблю крыс, но мне кажется, даже если бы я увидел... Знаете, когда крысу в угол загоняют, она начинает кидаться. Я думаю, вот если бы меня крыса в угол загнала, я бы ее просто нахуй пополам бы схватил и разорвал бы ее на три части. Тут очень много. О, блядь, изба! О, что? Это закон? Почему качество такое? Вроде стоит 1080, но как-то пиксельно. Ладно, ребята. Нам не вариант идти далеко. Сто процентов. Потому что нам же на конкурсы красота. Да, это надо еще обратно идти. Да, каждый раз. Давайте на дереве. Блядь, чтобы еще раз этого подписчика позвали в видео. Мы на стремении фоткаемся. Пацаны, внутрь, внутрь, подальше, подальше надо. Ловушка. Давай, да все вот здесь вот. Не, это хуй... У вас флаг сразу... Знаешь, отвечаю, мы сейчас уйдем, и они сюда сядут. Да, да, да. Понял, тут шашлыки... Да, пацаны сейчас бы на гвоздик, на ржавый. Жаль, нет в команде. Бори комфортика. На дерево залезть? За тысячу рублей бы весь лес пере... А что, давайте в этот? Поедем, может, в центр? Кстати, я здесь... Бля, неуважительно как-то было сказано, не находите? Борис, не обесуй. Здесь видел лису, причем с ручью, без шуток. А это я был. А где вторая команда? А третья команда где? Красные ублюдки там, синие подсосы там. Я считаю, что вот горилочка, он реально демон. На, подержи. Что ты взял вообще? Ты мне дал придумку? А почему меня демоном назвали? Че, я бы как-то мешал вам, ребят. Не знаю, зачем он ее взял, просто ублюдок. Короче, погнали. Все, мы защищены от криперов. Это же и баланс. Не, ну мы же сами строили эту ночь. Скажи, что мы нашли лагерь, дом в лесу. Можем ли мы здесь заселиться? Ну мы вообще-то сами это посрали. Да. Смотри, ну мы можем его украсить. Да. Ой, там уже много паутен. Это лучшее место, если мы его заберем. Рацию принесут, избушку можно использовать. Да ну, хуй. Это просто пи***ц. Давайте тогда... Это просто пи***ц. И домовую территорию. Смотрите, здесь костер. У нас есть лобное место, можем уже кого-то выгнать. Все, у нас все уже готово. Можно в часть моей зарплаты? Я найму пиарщика. Мне сейчас нужен пиарщик. У меня Евнухом все называют. Нужно какой-то ход, чтобы репутацию как-то поменять. Андрюх, обычно, когда тебя чем-то как-то обзывают, тебе нужно это высмеивать. Показать, что ты неуязвим к этому. Понимаешь? У меня нет хух! Я Евнух! Идиот. Ну что, блин. Бедовый просто в лесу где-то. Засряли. Я очень не хочу далеко вглубь. Я вижу, что там придется очень много. Вон, биясь, вопушка. Посмотрим три места. Горилыч, нам с тобой в команде не хватает одного человека. Ну-ка. Его имя все прекрасно знают. Он был с нами в тот раз с Горилыч. Это Леха, кореш. Это был лучший выживальщик. И мотивация для команды выживать. Я играл один раз с Горилычем в стратегию. И он, как только ты начинаешь город развивать, сразу же на бить. И делает. Бля, это факт. Это факт. Мы играли в стратегию «Властелина колец». Я им показал, где раки зимуют. То есть он по-любому будет какой-то хуй ударить. То есть надо подальше от них, чтобы они не знали, где мы находимся даже близко. Кстати, я сейчас понял хуйную вещь. У нас зеленый флаг. И мы в лесу. У нас самый незаметный флаг. Он насколько незаметный? Вот видно его? Нет. Нет, я не вижу. Мы, кстати, еще не видим твой лоб. Нам никакие спички с собой не клали? Клали. У меня тут случайно, знаете, что оказалось? Это электрический теннис. Это мухобойка. Не знаю, откуда она у меня оказалась в сумке. Подкинули. Здесь будет место для костра. О, смотрите. У нас уже есть для костра полежки. Так, все, кайф. Так, я предлагаю сразу определиться с местом для флага. Может, на крыше его поставим? Самое безопасное место сейчас для флага – это внутри дома. Потому что им придется зайти внутрь, и выход только один будет. Если они зайдут, то их можно заблокировать. Я слышал лайфхак, которым можно ломать штуку, упирая. Уперся? Да. Я ломаю. Сейчас будем костер делать. Подождите, мы название команды так и не придумали. Красноречивые. Но мы должны будем тогда как-то выделяться очень красными речами, красивыми. Ну, про морковку ты сильно сказал. Бля, они вставили. А вот если вставили, вы бы поняли шутку, почему у нас это разъебало. А там про морковку что-то было, я уже и сам не помню. Морковки можем называться. Или масленок. Какая-нибудь такая команда. Масленки. Вот у меня к вам вопрос. С чем у вас ассоциируется в Средневековье? Для меня это 100% компьютерные игры. Для меня это охуенная интеграция Exile в видосе «Выживание». Ведь иногда хочется окунуться в ту самую атмосферу, пойти к местному торговцу, купить у него карту сокровищ и пойти на поиски этого клада, параллельно исследуя красивейшие окрестности, флоры и фауны. И знаете, что я вам скажу? Побывал... О май гаднес. Вам ее представить еще в будущем... А Леха на стриме в этой футболочке сидит. Коником я болел за медведей, смотря Counter-Strike 1. Этики двух брендов и футуристичной векторной графикой, балансирующей на грани спортивной эстетики и стилистики культовых игр. Дизайн, ОП. Капа и Virtus. Проб совместно... Завод. Команда! Прошлое. Команды, как слышно? Здравствуйте, хорошо, нормально, команда. Какая у нас команда? Синяя команда на связи. Через 10 минут мне нужен будет представитель от каждой команды. Один представитель? Представитель. Игнорирую. Это вообще свек какой-то нет. Это уже сделали за нас. Все, готовы, посолы. Не-не-не. Я предлагаю на дерево флаг. Вон там вот кто-то. Подождите, а почему название нашей команды, не в Саве, там был разгон про название нашей команды. Неужели его не будет? Есть. Ты их видишь? Кто? Вон, это синяя команда. Пойдем к ним просядем. Просто рядом. О, есть идея. Объединяемся с ними. А потом даем пи... Давайте решим, кто у нас представитель. Я думаю, Саня. Но я готов, если это обоюдно. Замечает за легенду. Так как у меня больше опыта в этих делах, все-таки я уже пережил определенное выживание. Наконец-то показали офис хозяев. Крутой ремонт, Парадеевич, молодец. Смотри, как красиво. Ну на дерево не, я не хочу лезть. Ну вообще, можем под траву засунуть. Ну умно. Надо приручить белку какую-то, чтобы она морковкой приручить белку. И бегать на ней. Вверху. И бежать на ней. Как все офигеют. Давай туда, ну в натуре, просто внутрь. Да, а если они скажут, что его не... Час завоз в чате, ты вроде взрослый качок. Зачем ты с этими нефрами общаешься? Братан, какая разница, нефр или нефр? Если человек хороший, какая разница? Пойми. Не видно? Мы вот такую дырку оставим красным. Морковкой обознать. Во, видно идеально. Идеально. Давай скажем, что горилла просто с кулака повалил дерево там над корня. Просто листва упало. Да, и листва упало. Сухостой, сухостой, да. Чисто, чисто теоретически мы можем сейчас чуть вернуться назад, пойти в ту сторону, как будто мы ищем что-то еще дальше. Угу. Нет. Стопэ. Во, во, во. Какой же гениальный обман. Смотрите, идут. Сейчас мы будем над ним ехуту смеяться. Готовьтесь. Займите крутые позы, если они пойдут сюда. Как-то к дереву, там у домика кто-то встаньте. Да, и просто расслабьтесь. Да, они идут сюда. И невозмутимо, невозмутимо. Бля. И как в американской школе. Стойте, дайте Эксайл запишу голосовое. Секунду. Блядь. Эксайл Косметика, привет. Слушай, сейчас смотрю видос твой на стриме. И вот я на 24-й минуте. И я увидел то, что не ставили момент, где мы выбираем название нашей команды. Это упущение. Это жесточайшее упущение, потому что теперь все дальнейшие завозы коту под хвост. Прощай. Все. Блин, над ними, вот под стеби. Вау, прикольное место. Нужно его занять. А что вы лузеры? Не, не так жестко. Блин, давайте займем это место. Моя зеленая команда. Давайте, ребята. Давайте, команда зеленая. Вау, вообще, судя. Надеюсь, никто еще не занял это место. Это нормально. Куда же флаг поставить? Я думаю, по центру. Да, да, да. Вот, все, наша земля. Вот. Отлично. Все, надеюсь, никого здесь нет. Эй, дебилы. Мы опоздали. Смотрите на их лица. Обоснуемся. А давайте реально. Сейчас ребята на геликах подъедут. Мои сейчас на повозках подъедут. Но это не реальный мир, где мышцы что-то решают. Я просто застану нож и захулю. У тебя есть нож? Конечно. Извините меня. Мы тоже не команда хухры-мухры. Да, что вы скажете против мухобойки? Да, электрической. Огромный стакан. Есть что-то у вас такое? Для протеина шейкер тех времен. У меня команда придут. Ладно, пацаны, с радостью мы с вами пошутили. Но нам бы еще обустраивать наш крутой лагерь. Поэтому... Хорош, вам! Что-то устроилось в особнях уже стоит. Мы сами сделали. Это вы только что отстроили? Да, мы уже успели. У нас, ребята, выживальщики профессиональные. Это от нас, от нашей команды вам. И давайте от нас тоже. От нас принеси. Это вам. Спасибо, побойка отправляется вам. Все, ребята, нам выдали тоже подарок. Поэтому спасибо вам большое. Все, один есть подарок. Бутылка пива. Это не просто пиво. Это мне разобьешь и можно разыть огонь с помощью солнца. Согласен, согласен. Спасибо огромное вам, ребята. Наши дипломатические отношения будут сами максимально плодотворны. Без предательств. Без предательств. Это самое главное правило. Насчет три говорим без предательств. Раз, два, три. Без предательств. Все, без предательств, ребят. Ну, серьезно. Вот эту красную команду хуй. Что-то сошел. Ах, рысичи. Хорошо, мы их на**али, да? Я мне доверяю. Они нам подарили кружку, а мы им отдали самое дорогое, что у нас было. Флаг мухобойку. Нихуя себе. О, шичи-то. Брад, это дрипчик. Это вот заморский рэпер. Тревис. А нитки для чего? Тревис Скотт. Слышишь, как тебе наш век вообще? По-моему, среднячковый такой. Прямо жесткий средняк. Бля, знаешь, какую без карманов жить? Может, ты забритем их? Держишь? Надо с разбегу, надо с разбегу, пацаны. Смотри, а вообще это вот так делать? Не, не, она не такая гнилая. Ты сейчас свалишь, и дерево весь лагерь разносит наш. Понял, просто ломает. Да нет, ты ведешь себя как чувак из РАСК, который... Апа, а вот такое видали? Все, это это, булава. Пока вот сюда мы собираем дровишки. Алюх, знаешь, барбершоп в соседней деревне? Не ходи. Виски попросил. Виски, говорю, покороче. У нас лагерь разбит уже, парни. Не, вайп есть, да. Особенно там, где дома, где цивилизация. Короче, реально не вставили момент, где мы придумываем название нашей команды. И все дальнейшие приколы коту под хвост. Там вообще вайбола. Паутина, осторожней, качественники. Знай, я ее разрублю. Качественники, осторожней. Все, пошли. Давай, Сэрик, пока кто-то костром занимается, можем сходить за камнями. Короче, просто скажу, наша команда называется... Три качества. Наша команда Три качества. Либо Три качественники. Три качества. Там был лор у этой истории, но его не вставили. И вот туда, к озеру. Запомните, самое полезное, это смотреть местность. Потому что здесь может валяться очень куча полезных вещей. А я пока наш флаг спрячу внутрь. Ну, если стартово у них три, нож тогда путь будет... Да я не помню. Ты извините, расскажи, я не помню. И читай. Я сейчас напишу 12 испытаний. Ну там хуйня какая-то. Ну просто, эту хуйню тоже надо было бы знать. Которые сегодня будут. Просто какое-то слово, которое как-то, каким-то образом можно догадаться до этого испытания. Я тихон. А я тогда Илья Муровец. Я всем тихон. Итак, я сейчас напишу испытания. Мы тогда выдвинемся к ним. А смотри, крепостейки там. О, так. Опа. Тихо-тихо-тихо. Они, короче, сейчас подсели. Они думают, что мы их не заметили. Не смотрите, да что-то. Давайте как дураки прямо пойдем. Да-да, просто пойдем туда вниз. Погнали. Че-тье-тье-тье. Практическое наблюдение за целью. Мне очень страшно, потому что я вижу паутину. Они думают, что мы их не заметили. Да. А мы не подумали, а если они сейчас пойдут и увидят наш же лагерь, и там будет наш флаг. Нет, они не найдут. Плюс мы с флагом же ходим. А, ну так-то да. Три качественники, вы такие умные. Смотри. Вот это что, это грипп или... Вот, наверху, вот, вот тут прямо наверху. Кстати, есть один вариант. Чем мы можем защитить наше жилище? Во-первых, все боятся чего? Пауков. Пауков, крапиву и всяких острых штук. Может, сделаем кольев? Можно. Или сделаем бить, что мы какой-то культ. Он синий дебил. Пойдем. Стой. Возьмите копья. На всякий случай. Нихуя. Тут бежевушка. О, что-то морозильная сейчас будет. Эй, дебил, это ворона. Здравия желаю, мужики. Здорово, мужики. Слушай, а вы быстро построили лагерь? Хорошая хибитка у вас. Ну, зря времени теряли, не гуляли по лесам. Бля, охуенно. Надо название магазину дать. Что-то в духе букварь вкуса. Бля, прикинь, мы живем в мире, где еще ничего не придумано. Можно что угодно придумать. Назову канал Мистер Бист. Представь, если бы можно было иметь деньги не только в кармане, а чтобы они находились где-то виртуально. Назову это, знаешь, как? Как? Биткоин. Мужики, я вам так хочу сказать. В этом деле нужны союзники. Не будем сразу друг другу ломать, мешать. Лучше будем союзничать. Мы пока ищем лагерь. Можно посмотреть внутрь? А, тут скотина послась. Ну и что? Ну что, на помете мягче спится. Еще древние шаманы говорили, что если голова на помете, вся сила передается коровью вот это в голову. Приятного снаба. У нас с вами не будет никаких проблем. Нет. Мне вы нравитесь. Какие проблемы? Ты чего? И воровать у нас никто не будет, и мы у вас не будем. Нет. Лучше будем союзниками. Мы еще флаг даже не поставим. Да, мы флаг ищем, куда поставим. Куда поставим. Ребят, вы крутые и сильные. Мне не нужны проблемы. Спасибо. Он остался один, а остальные двое что-то ищут. Вероятно, это да. Вы флаг видели его? Да. Значит, реально база там. Олег, хватай коробки. Там пауки. Да, там пауки. Давай. Тогда выходите, ребята. По сути, у нас же там хворост есть, чем разжечь. Это для костра можешь? Может быть, под что-то мы ее используем? Ну давай, я возьму. Я всех убрал. Спасибо, брат. Значит, у нас есть ёрш. Остались. А, слушай, да, я их что-то... У меня реальная арахнофобия. Там какой-то огромный прям ползает. Ну все. Кстати, смешно, что мы на помойке можем организоваться. Да. Кто пойдет на помойку? Нас дым защищает. И мы за этими кусами нахуй. Гениально. Все же будут в комментариях писать. Насколько все ветрено. Нам кажется, что какие-то копии там поставить, никто в лагерь не придет. Дым защищает. Как же всем похуй на это. О, они нарушили правила. Какое? Они взяли самого сильного игрока в себе команду. Шаха. Ну, давайте как-то это. Нож, нож, перни. Пиздец какой-то, блядь. С кем я в команде? Здравствуйте, бояре. Здравствуйте, бояре. Как ваши дела? Мы к вам не с пустыми руками. А мы пионеры. Убираем лес. Куда на руку держите? Что в пакет у вас такой? А мы пионеры. Убираем лес. Угоститесь. Спасибо. Что, вы не нашли еще место себе? Не, мы ищем с флагом. А там дальше ничего нет, ребята. Можете разворачивать. А пакеты что? Пакеты мы взяли ёршик большой. Видите, я одного заказал себе. И вот здесь, оказывается, ПВЗ. Я думаю, где оно? Где оно? Честно говоря, это самое странное, что я мог в лесу увидеть. В общем, ну, как-то используем. Ну, давайте, мужики. Пойдем. Все верим. Давайте, мужики. Надо запомнить. Вот так. Кровь в крови. Ну, пока ищем лагерь. Э, воу, 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 воу. А, я случайно. Да, сори. Конечно, хотелось бы отдать у нас с полками и давидами. Ну, ладно. Давайте вот тут обоснуемся. Вот просто вот так, смотрите, пацаны. Видно? Нет. Вот так вот нет? Ну, вот так вот, да. Они оттуда будут смотреть. Все, пойдем к ним. Это наша база. Бля, мне в лапы залетело много камушков. Илюха, прием. Не Илюха, а князь Илья Комфортный. Илья Комфортный. Я на связи. Докладываю. Может быть, для тебя это не является сюрпризом, но у меня в лагере уже разожжен ебанутый костер. А какого? А что, Ниталь? Чем вы его разжигали? Трением. Полка, полку. Я всю ночь смотрел, как это делается. К вам идет инквизиция на проверку. Ой, точнее, не идет. К вам идет внезапная проверка. Ладно, друзья, вы можете все идти сюда. Вот так. Оставьте, сейчас флаг нельзя воровать. Просто все команды возвращайтесь на базу. Если какой-то команды в течение трех минут не будет здесь, им будет штраф. Ничего себе. Илюха, а мы только услышали это сообщение. А что за штраф? Сердечко. Я говорю, что вам нужно идти на базу. А нам нечему его тушить. Ну как ты костер без присмотра оставишь? Так я границы ему создал, все нормально будет. Так же склейка, как вот этот весь лес горит. Ну, Саня, это под полную твою ответственность. Ну все, мы идем к вам. Слушайте, ну надо, чтобы всегда кто-то в лагере оставался. Нам нужен наш основной лагерь и фейк-лагерь. Я не спустя руками хожу, у меня шишки. Друзья, внимание! Внимание, купец говорит! Смотрите, друзья. Это новые слова, мы придумали новые слова в русский язык. Мы хотели представить вам 10 новых слов. Лук, что такое? Айкос. Веселиться? Мы будем веселиться? Да. Смотрите, друзья. Во-первых, товарищ Гонец, дай мне мешочки. Что в мешочке? А ничего там нет у него мешочки? Это так называемый ваш стартовый бюджет. Три монеты в каждом. Киньи неуважительно. На тебе. В магазине уже есть цены, и вы можете заходить покупать. Но там могут находиться только 4 человека максимум. А почему это монета с острова? Не задавай таких вопросов. Ему это не понравится. Когда вы идете в магазин, вы должны предупреждать об этом. А ну не пи***ть! Тишина! Уважайте Илью! Сейчас на колбасах. Князя комфортно. А что за... Синие подсосы просто. Вот мы и не подсосы. Не за слушание и за провалим в испытаниях. Вы можете встать на столб позора. Монетку за лучший комплимент груди купца. Мужская мужественная. Отличный третий сосок. Манит, манит. Такого отношения я здесь не потерплю. Хочу, чтобы все было искренне. Стоп! Нашего варианта не было. Вы не в случае нашего. Какой? Никто нас не спросил. На этой груди я бы погрустил. Дай мне монетку. Давай монетку. От нас, от нас вариант. На этой груди я погрустил. Домой. Монетку. Кидайте, финансовый директор принимает. Евнух грязный. Каждому по 4 монеты. Я не Евнух. Сейчас послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Слушаем. Новый закон. Запрещено говорить слово Евнух. Это разрешено. Евнух, Евнух. Смотрите, экономика. Здесь я понимаю, что вы не знаете такое слово инфляция, но она здесь присутствует. Чего это? Цены будут повышаться, чем дальше игра. Поэтому я рекомендую вам закупаться на ранних этапах. В этом доме есть различные стройматериалы. Ну, если вам что-то нужно, то вы там можете тоже заходить покупать. По цене мы договоримся. Можно торговаться. Супер. Бесплатно забираю дом. Чтобы вы понимали, он говорит, в этом доме есть различные стройматериалы, и вы можете торговаться. Мы потом открыли эту дверь, посмотрели, что там лежит. Это вот на территории этой деревни. Это просто дом с мусоркой. Там лежат, знаете, вот как у деда в гараже хлам с помойки, принесенный в гараж. И вот это точно такой же дом. Он говорит, вы можете покупать за бабки там что-то. А там просто помойка. Монеты вы получаете за выполнение испытаний, за комплименты, за слово «евнух». Каждый раз, когда вы пройдете. «Евнух» – это минус монеты. Андрюша «евнух». Я там видел камер. Монеты вы получаете за выполнение испытаний. Это нам для комфорта нужно. Смотрите, за каждую победу в испытании вы получаете одну очко. У кого больше всех очков будет, тот выиграл. У меня навалит. 200 тысяч рублей. Качков? У них больше качков. Можно вопрос? А у вас можно купить тёлку? Бай-бай. Чтоб молочка надоить. Нет. Монету в зелёной команде. Смотрите, да. То есть монеты в прошлый раз... Сыпались. Ну, да. Б-б-б-б. Соберись. Они тебя слушают. Чтобы мне «евнух» это говорил. В прошлый раз одна монетка была 10 тысяч рублей. В этот раз не так. Я хочу, чтобы вы покупали в магазине что-то. Поэтому монетки вам даются бонусом качку. Качку. К-о-ч-ку. 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 Которого вы получаете за победу в испытании. Евнух. Аккуратнее. Я не «евнух». Всё понятно. За победу вы получаете монету и очко в общее табло. Пацаны, я бы выиграл чё-нибудь очко. Прямо сейчас есть здесь испытания. Они помечены словами. Есть также испытания, где участвует полная команда. Это не только все. Поэтому, посмотрев сюда, вам нужно определить человека, который будет участвовать в том или ином испытании. И расставить. Я лук сразу. Три качества. У тебя одно качество лука. То есть все должны поучаствовать минимум три раза. Лук. Кто участвует? Я. Галей Ивич. Лесоруб. А можно узнать, что это? Нет. А, то есть мы на рандоме. На рандоме. Я лесоруб. Я копьё тогда. Ты копьё. Вы просто по очереди будете? Ну да, потому что мы же не знаем, что там. Пятое. Веселиться. А, надо будет веселиться. Это как будто фейк. Ну давай я. Но мне кажется, это какой-то вообще трэш. Веселиться или веселиться? Заметь, ты сказал веселиться. Веселиться. Не веселиться. Веселиться. Я. Я могу. Кто метод? Из лука. Ты хорошо. Из лука? Ну нормально. Веселиться. Это стопудово вот эта игра. Нет, веселиться это стопудово Лёша Кореш. Если бы он был смелее, то он бы повис бы на правду. Голя. Господа, союзники. Союзники. Хотели нас предать уже поливного. Нет, не может быть. Нет, это хорошие ребята. Вы нас первые предали. Знаете как? Вы нам дали ракетку для бадминтона, у которой нет батарей. Так их ещё не придумали. Так это муховой. Подлисываемся. Ребят, очень здорово получается. Хорошо, ребята. Так, давайте распределять. Лук, кто делает? Стрельба из лука. Я думаю, я нормально стрельну. Лук, мне кажется, надо его кушать. Я видел лук. Я тоже видел лук. А лук я не видел. Но я научусь, там быстро. Я в VR стрелял с него. Я думаю, это одно и то же. В VR машину водил. Я лук. Лесоруб. Я, я. Пацаны, кидай шишку туда. А там будет, что будет. Опа. Это они кинули, я видел. Ничего не попутали? Не надо, подлис. Да что мыть, как терпеть, я терпеть все будем. Нормально. До поры до времени. Ничего страшного. Извините. Видимо, упала с елки. Извините, ребят. Извините. Ты лесоруб? Да, я лесоруб. Копье и топор. О, не, не, не. Дожди, куда ты столько, блядь. Тебе веселицу. Селицу я хочу. Ты выдержишь? Это, скорее всего, висеть. А, тогда нет. Лошади, это тебя запрягают в ху**у и ты бежишь. Не, тебя четвертует. Четыре лошади. Мне знаешь, что не нравится? Очень много в этот раз силачей набрали. Физически сильных. А мы трескуфа. Название трескуфа. Кто будет трескуф? Ты что нас недооцениваешь? Мы тоже всех разбьем. Треска. Я сомневаюсь. В это время еще не было психологов здесь. Я максимально не проработан и не уверен. Я тебе базарю. Дерзко делает лук, топор. Ты веселишься и топор, и коромысл. Все, вы распределились. Мы терпим топоры до времени. В самый момент, когда нас уже не воспринимают, достаем нашу язык. Мы эти две команды просто. Лет жестоко. А пока терпим. Хороший выбор, зеленая команда. Молодцы, ребята. Знаете, когда Илья постоянно думает о своей девушке, как это называется? Как? Коромысли. О, хороший каламбург. Очень похоже на меня, Янтл, когда ты в лес убежал. Сейчас его ищем. Путают все со мной. Вот если увидите, скажите. Олджи Будда? Бля, мне эта синяя команда очень не нравится. Синяя? Да. Не-не, пацаны, это вертихвост. Жаполизы просто. Да, жесткие. Там есть один вертихвост. На самом деле, вот лучше нам... Давайте, да, объединимся. Да, да. Молодцы вообще. Супер двигаетесь. Ну, мы вместе, вы помните, да? Да, да, да. Кротив этих красных. Синяя команда, молодцы. Ну что, приветствую вас в своей скромной лавке, нескромного продавца Ильи Комфортик. Здесь есть как и развлечения, так и припасы, так и предметы, необходимые для выживания. Фонарь, нож, мангал, дрова, плед. Я правильно понимаю то, что это всего вышла первая часть этого видоса, и вторая часть там через некоторое время выйдет, скорее всего, через пару дней, по всей видимости. Лопата, вода, тушенка, диван, бассейн. Это не продается. Но три, пожалуйста, три. Это не продается, это выставочный. Что нам может пригодиться? Нам может пригодиться действительно ножовка, либо топорик. Там находится сегмент развлечений, здесь еда, провизия, здесь для выживания. За красивый лагерь мы будем давать вам монет. Окей. Но, вот то, что у них здание, это мы не будем считать. Да, да. Дрова. Тридцать. Тихий, б***ь. Я до п***и. Конечно. Ну, так пиздецать. Расхвачем дартс. Одна монета. А вот эта? Две монеты. Двадцать девятого он это где-то написал, да? О, пять дней ждать, как долго. Нет. Одна-одна. И мы еще кобер возьмем. У меня цены хотите здесь оставлять? Смотри. Вот такая схема. Смотри, мы возьмем вот это и ковер. Отлично. Вот это и ковер. Да. Два. Один тогда. Если мы ковер... На х*** ковер там? Не, нормально. За два. За два ковер и вот эту штуку. Семечки. Еще голуби. Голубь, семечки, чтобы и какал в других лакелях. И морковку надо прикормить. Какие чипсы. Это будет уже по всем п***ть. Там все с магазина уходит. Пока не стоят. Короче, пока Илюха что-то с кем-то общался. Весь магазин просто распиздили. Вот как мародеры самые настоящие. В разные стороны. Все, что можно было. Продукты, ножи, кирпичи, дрова, игрушки какие-то. Все. А если я сейчас уйду, а не заметят мне интересно? Я понял, что мы возьмем. Рука незнакомки. Ковер, это штука два. А белочка почем, белочка? Белочка единиц. Давай белочку возьму. Ну, для вайба просто, для общего. Тогда можно вот это и вот это за два. Вторая монета. Белочка в подарок вам. Все. Забирайте ковер. Проследи, чтобы они забрали ковер. Идем за ковром. Да, я прослежу за ними. Следующий, кто покупает? Вот эту всю х*** я потрачу на обучение. Э, вы воруйте! Я просто взял. Я просто посмотрел. Где? Так, друзья, произошло выросло на ваших глазах. Это мое пузо. Вы приговаривайтесь к 10 минутам на столбе позор. А у меня чипсы остаются? Нет. Друзья, был пойман вор. Убить его! Ты в моей команде! А, это ты. Любить его! Он идет на столб позора 10 минут. Евнух, прогляди. И забери у него чипсы под пузом. Какие? Да у него нету их. У меня нету ничего. Поделюсь с тобой. В свое время все украсть. Спасибо дерзко. Быстрее, быстрее, быстрее. Пирожки заименовывают. Пирожки зачем? Ярик, 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 ярик. Палево, палево. Блин, ты видишь у меня, пожалуйста. Блядь, а? Вор номер два также назначается на стоп-памки помидоров. Крау, они бесплатные. Но ты будешь ждать пока освободиться стоп-дерз. О, кей, жесть. Как хорошо, что я самый умный среди этой толпы. Ужас. Думаю, деньги придумали, там, свои хиты. Очень хочу огурцы. Ковер, ковер. Давай клади эту белку в рюкзак ко мне. А нож просто в спину встал. Отвечаю, это сыграет свою роль, когда мы захотим всех захупить. А белочка пусть смотрит на всех. Мы никогда не бросаем на ветер слова. Помните, я говорил про белку? Вот эта сучка. Смотри, ты имеешь право хранить молчание. Все, что ты скажешь, будет использовано и может использовано быть против тебя в суде. У тебя есть право отправить голубя адвокату. Где наша база была? Дердько, по возможности укради там что-то газированное. Колу или что-то такое. Господа, подходим на три шага и пожжопим. Нет, развернись. Надо развернуться. Бля, подкачок гибал. Мы обкидываем позорников. За что? Это был камень, судя, по ощущениям. Закидываем помидорами вора. Кстати, Ярик, следующий на очереди. Надо половинками помидоры, я могу вам порубить. Давай во фрут ниндзю. Да, подбрось-ка мне. Бой. За это надо брать деньги. Ребята, это площадь. Короче, прячем. И возвращаемся к ребятам. А то подумают, что я что-то украл у них. Как бы их спрятать? Здесь не видно. Кружок. И вот этими половинками надо закидывать. Хотя бы одну. Ковер, все, уходим. Я знаю еще одного вора, если меня отпустишь. Я шаг уже минут 40 не видел. Кого здесь нет? Он самый наглый. Иду, парни, иду, писал, писал. Как говорится, надо уметь жить, не вертеться. А то дальше сами додумайтесь. О, дуб. А можно уже возвращаться? Да, можете возвращаться. Друзья, с этого момента, если вы украдете флаг противоположной команды... У нас раб без дела. Я кэни Уэст. Почему он не в доске позора? Потому что я кэни Уэст. Ладно, чуть позже, мы к вам в лагерь придем. Друзья, а моя команда ушла? Вон они. А где шаг? А можно у вас в лавке купить инст-рументы? Не продается. Если что, шаг вот столько еды и уйдет. Серьезно? Да. Вот я в роли мышки вот этой. Кэни Уэст? Ты где был? Я украл чипсы лейс. Я тоже чипсы. Дела они вон дли. И малосольные огурцы. Красавчик, сейчас еще. Я бинокрю. А я закидываю все в бинокрю. А давайте я для прикрытия все куплю. Ну, чуть-чуть. А вы все остальное вы украли? Давай, давай. Весь магазин. Команда забанена пока что в этом магазине, потому что вы ограбили его. Когда? Когда? Да. Остаетесь здесь, я иду в ваш лагерь. Если я нахожу что-то, хоть что-то там, что вы не купили, я вас штрафую на 10 монет. Дерзко ты. Алло, я не трогал ничего. Вы в минус уйдете. Я вам это обещаю. Воровство запрещено. Воровство запрещено. Дожди, ты в лагерь? Пиздец, мать. А? А я не знаю, где наш лагерь. Что ты говоришь? Уходим на сообщение, что за симулятор вора. Это реально так и было. Чтобы вы понимали, 45 минут видео прошло, мы еще ни одного задания даже не делали из десятка заданий. Ни одного еще не сделали. Это просто начало, по сути. Это первые там полтора часа, наверное, наше пребывание, может чуть больше. Мы не знаем, где наш лагерь. Ты можешь хоть у кого спросить. Никто не знает, где наш лагерь. Мы сами не знаем. Мы просто где-то обитаем. А, так что у них нет лагеря. Есть у нас лагерь. Есть лагерь. Я не с ними, можно поем? Бележ с мясом. Ты покупаешь билеж с лопатой. У вас три монеты должен быть. Я веду отчет, если у вас будет не сходоваться. Срать и закапывать. Это первое. Второе. Ямку сделать под костерочек. Спасибо. Я купил нам беляшей. Пару рублю. У вас осталось три. Илюх, плачу две монеты за одну еду. За что? За четыре пирожка. Может, пиццу лучше? А, подожди, а можно полную пиццу взять? Да. Беру пиццу. Илья, конфискуйте у нас товар. Принесите его сюда. Блядь, вам столько идти. Вот эту берем. Господин Эксайл, держите. Принесите сюда две монеты. Можем договориться? Вот пол монеты, чтобы еда вот эта стоила. Давайте возьмемся что-то еще одно. И ее вам зачитать за одну. А, да, да. Илюх, и лопату берем. Я принес чипсы. А, монеты будет? Что это такое? Ну да, ты покупаешь или нет? А ты что за пиццу взял? Это четыре сыра? А там все со свинины. Ты же не ешь свинину. Сказали, больше нельзя менять. Я не ею, пишу правила. Что вы берете? Вот это за три монеты. Вот это все за три монет? Да, по QR-коду. Ну, очень есть. Ребят, лопата минимум стоит две. Ну, его три. У вас еще человек своровало. Ладно, давайте четыре будет. Да нет, мы на три договорились. Четыре, так четыре процесса. А, думаю, тебе дали забережи? Да, да, три монеты. Но у вас сейчас ноль. Все, ноль монет. У меня ноль. Нету тут. Ну, ноль монет. Смотри, у нас возникла такая идея. Как облагородить вообще наш лагерь? У нас есть ковер. Мы можем сделать вид, что мы какое-то оккультное сообщество. Чтобы никто не хотел к нам приближаться. Может, мы станем противными? Измажемся все говном. Вот, чтобы никто не хотел с нами связываться. Всех заложил. С виду горилла. А, по сути, ты крыса. Блядь, и где ты не прав, чувак? И где ты не прав? Футболку женскую. Ух ты. Это моя ***. Реально? Да. Женская? Никого здесь не осуждают в нашем лагере. За его вкусы и предпочтения. Пацаны. Таковы правила игры, пойми, чувак. Мы могли взять сосиски и уже могли их пожарить. Тогда ковер. Ковер мы постелим перед домом. Давайте сверимся. Я бы хотел, чтобы у нас было какое-то божество. Да. Во что мы верили. Давай будем верить в этот огромный ёршик, который очистит этот мир. Да, очистит этот мир. От скверны. И от черкашей. От всего. А неверных будем называть черкаши. Сколько? Это 4 стоит. Мы могли взять, а мы сейчас пиццу хужим. Одна. Нет. Две? Нет. Нет, ребят, давайте реально что-то нужное спросим. Сколько стоит? Это за одно одно. Реально? Может, мы там спортивный лагерь устроим просто? Как у вас монет? Две. У синих две. У красных ноль. У зеленых две. Честно говоря, я все готов забрать за две монеты. Давай мы тебя рассмешим, а ты нам дашь одну монету. Давайте. Люблю споры. Смотри, если ты улыбнешься, ты нам дашь одну монету, так говорили? Ну, предупреждаю, именно сегодня мне отрезали ху**. Меня мало что рассмешит сегодня. Давай. Давай. Сейчас все виды России не умирают, но останется 100% обычная капуста. И я хотел. Давай полторы монеты. Короче, был такой парень, его звали Андрей. Он родился где-то на юге России, приехал и его вайбе танцы инстрим. Он улыбает. Он улыбает. Улыбает. Блядь. Как хорошо. Вот это неуважение. Нас не вайбит Григорий. Гриша Евну. Вот смотри, идеально. Вот так вот будет. Только она должна стоять. Мы сейчас ее привяжем через эти дырки. А, она не стоит? У нее нету стыка. У меня есть. Это наш будет торговый центр. У нас БДСМ Белка. Давай ее свяжем как БДСМ. Но мы же не извращенцы, нас с нами общаться никто не будет. Мы не извращенцы? Давай. Три воды. Я вот смотрю, и вот каждый фрагмент, это высосанная из пальца какая-то вот теория или мысль. Там, в дыму нас не увидят, зеленый флаг нас не увидят, мы в лесу. Просто все высосано. Не, я не говорю то, что это плохо. Это просто забавно. За один. Давай. Четыре. Нет, восемь воды за один. Нет, три воды за один договорились. И чипсы. Одна пачка и одна монетка. Нихуя. Давай так, две монетки, три воды, чипсы и пирожки. Договор. Все, работаем. Делаем, делаем. Так, все, забираю три воды. Подожди, так три воды на каждого, правильно? Нет. Илюха с проверкой нам дадут монетку, если мы сделаем красивое место. Давайте быстрее. Надо прибраться здесь как-то быстро. Подожди, мы пиццу всю сожрали что ли? Да. Почему мне один кусок достался? Реально один? Я два съел. Шах, тварь. Я тоже один. По истечению первой покупки. Если что, вот остатки пиццы, там два или три куска мы забрали, пока они стояли, не видели. Я говорю, это крысиный дом. Это чисто крысиное жилище. Все, что заходит, там начинается воровство какое-то. У синих осталось две монеты, у остальных по нулям. Сейчас одна монета, потому что мы заработали у Евнуха. У вас одна монета? А как вы у Евнуха заработали монету? Кто мы? Мы не зарабатывали. Я не зарабатывал. Они заработали как-то у Евнуха монету, еще монеты у меня заработали. Мы только у Гриши. Гриша не заработали. Гриша не и Евнуха. Все, давайте, хлопцы. До встречи. Блин, ненавижу этих красных. Пошли к синему. Илья Комфортный, мы придумали бизнес-схему плюс лохотрон для вашей деревни. По-моему, у нас сейчас в бюджет две монеты. Одна монета у вас. Две. Одну мы нашли на полу. Те монеты, которые вы находите на полу, они не считаются. Так ты из моего кошелька ее выбросил. Как красиво как, ребята, а? Нужно еще? Еще не изобрели. Швабру придется полену убираться. Ну вот уже, по-презентабельнее выглядит. Подожди, а что у нас там лежит еще? Барни и... Чипсы? Чипсы, да. Ты наборовал хороших. Пацаны, честно говоря, вот после этой трапезы, да, я скрысятничал, я забрал голубя и пачку... Голубь сам залетел ко мне, это во-первых. Во-вторых, у нас семечки есть, причем в огромное количество. Нас же за это покарают. Никто не узнает. Да, семечки это такой кайф. Вот сейчас я бы тоже с кайфом пачку семечек и погрызть, посидеть. В их лагере идет инквизиция. Атака без предупреждения. Это ваша база? Наша база! Да, л***о вы. Супер, супер! Огурцы будьте, огурцы! Сидеть, слаг охранять, просто один. О, повелика, повелика, велка. Тихо, тихо, делай вид, что мы припали. Ого, они дом построили. Эй, язычники! Дай нам плодородия, дай нам победу, дай нам дождя. Извините, что вы прервали. Извините, что мы вас прервали. Вы хоть понимаете, кому это делаете? Кто-нибудь еще такой изобрел вообще? Соседних деревнях. В общем, смотрите, мы вообще помешаны на чистоте здесь. Хорошо, вы проходите. И на комфорте. Смотрите. Спасибо. Благодарю. Но это алтарь, мы не смеем. Это алтарь, да. После того, как вы протерли, сложишь, ботиночки пыльные. Чувакан здесь, не бей! Стар! Проходите, пожалуйста. Обходите алтарь с той стороны. Это что, масорак? Быстро! Александр, Александр, у нас гости. Это бабы из алтар. Давай давай как-то подружелюбнее. Давай угостим всем, что у нас есть. А здесь чужакам место! Спасибо. У вас должно было быть красное. Садитесь! По синее. Да, можете, пожалуйста, жестко раскайфоваться? До нас дошла информация. Как бы это было не грустно. Да, то, что вы нас так приняли. То, что вы обладаете чем-то извне. Ага. Чем? А не про рацию и петлички. Пусть с ним мы снимаем видео для Ютуба. Илья Эксайл. Ну берите нас, х**ный в рот. Только не живыми. Эй, чужакам, здесь небеса! Ой, кажется, это какой-то человек. Это у него есть пистолет. Я думал, это кто-то из нас. Так что, какие претензии? Какие претензии? Коллега. Когда мы сюда добирались, я увидел, что один из ваших участников имел при себе какой-то комплект выживания. А если вы ошиблись в обвинениях, дадите монетку? Две монет. Три монет. Двести монет, если мы ошиблись. Какой еще комплект? Проведи обыск, я внух. Где обыске опять? Проверяйте, проверяйте. Мы святые люди. О чем вы? Как называется ваша культура? Белкостан. Мы из Белкостана приехали. Мы здесь первый день пытаемся просто найти себе работу. Где вы прячете других белкостанцев? Никаких белкостанцев. Нас всего трое осталось, и мы не можем размножаться. Понимаешь, в чем дело? Ладно, прощерстили местность, поняли, что тут никого нет. Значит так. Пока мы свободны. Блядь, короче, откровенно говоря, вот эта первая часть, вот мы посмотрели уже почти час видоса, 53 минуты, пока вот, пока нихуя не произошло. Вот откровенно говоря, вообще ничего не произошло в видео, просто какие-то разгоны на ровном месте. Но, короче, надо ждать, ну, я сейчас, безусловно, мы досмотрим, но вот самое интересное, какие-то испытания, наши взаимодействия, которых будет больше во второй части. По крайней мере, вот как мне память, если не изменяет, вот вторая часть, это как раз-таки весь цинус этого видоса. А пока что я смотрю, и я вообще что-то, этот, думаю... Ну, это много, представляете, три команды, там материала было, что ли, на 10 часов. И на 10 часов, прикиньте, вот каждый оператор, по большому счету, четыре действия снимают. Илюху с Андреем, и каждой команде прикреплен оператор. Ну, понятно то, что там тяжело будет намонтировать что-то очень быстро и немного. Каждый, там, по-своему завозил, были какие-то приколы, разгоны. И, в принципе, Илья эксайл оправдан. То есть я сначала на него нагнал и сразу же его оправдал в том, что первая часть, она такая, как бы, разгоняется только пока что. Спасибо. Это получается, что... Ну, я смотрю в чате, вы пишите, вам все равно нравится, и все равно плюс вайп. У нас нет ничего противозаконного? Да. И получается, что... Мы не нарушили никакие правила. 200 монет, если не ошибаюсь. А, да, был такой разговор. Вот и инфляция подъехала. Не, одну монету дай им. Один. С чего, разговаривались на две? Хотя бы три. Хотя бы две. Мы вообще-то мордой в пол лежали. Давай монету. Нет. Мы купим сосиски и угостим вас. Нет, я вегетарианец. А где ваш флаг? Внутри. Весь, 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 весь. Ну, в общем, я сейчас обойду несколько лагерей. Смотрите, раз они шли отсюда, значит, лагерь мне где-то там. Пойдем туда. Ишак где-то там сидит. Там кто-то зеленый пришел. Чужакам! Чужакам здесь не место! Это что такое у вас? Угощайтесь, ребята. Я хотел вам, да. Вот я увидел сообщение интересное с островом. Все равно было намного смешнее, интереснее. Смотри, разница в том, что остров это реально уединенное место, где у нас не было доступа. То есть мы не могли просто взять и уйти оттуда, по большому счету. Ну, понятно, и тут тоже. Но на острове мы ехали туда с сознанием того, что мы будем оставаться на ночь. А здесь мы, ну, про спойлерю вам, здесь мы на ночь не будем оставаться. Типа мы ночью закончим снимать и все, и мы уедем. За подглядом. А, это наш друг. Примем его как гость. Да. Угощайся. Заходи. Спасибо большое. Заходи, заходи. Ой, какие вкусные чипсы. Ребят, мы пойдем наших общих врагов найти. Да, гулять. Красная команда, стоять! Ой, нет, Илья комфортный. А у нас семечки. Семечки выкидывайте. Идет князь Илья комфортный. Преклоните колено. Пожалуйста. Где ваш лагерь? Хочешь посмотреть, пойдем. Сейчас выследим их, блядь, и потом шварцерим. Ох, блядь. Опа. Зеленые, идите в свой лагерь. Приказ князя. Добро пожаловать. Это наш пентхаус за 500 тысяч долларов. Мы уже такую кибиточку сделали. Это ваше круг дело? Да. Горилла просто взял и свалил дерево. Вот это? Да. Оно гнилое было. Силач. Такие нам нужны. Князь, проходите. Эй, крысы! Сыщ, я могу притвориться Кенни-Вестом. Я им буду давать концерт. А ты проникнешь в их лагерь. Ну, кстати, мы уже знаем, где их лагерь. Какой трек у Кенни-Веста есть? 3 сентября. Вот, князь Як. Ну что же это за лагерь-то? Поспать можно? Можно. Залезли, да и все, и подождя. Идет, не попадет. Если для них это лагерь, значит это лагерь. Хорошо, это ваше спальное место, ляг? Ляг, да. Может, ты лягтишь? Ну, реально удобно. Мы должны зафиксировать положение флага. И нельзя его будет передвигать. А, да, тогда мы меняем. Мы можем под листу положить? Под листу можно. Так у нас так и лежал, боже. Так зафиксируйте. Так, при мне и не убирайте. Хорошо. Нам как будто бы достаточно инфы. Идем. Как украсть соперника флаг? Как правильно воровать? Откуда у вас технологии эти? Никто не должен знать. О, они оставили нам корзинку. Опа. Они забыли корзинку. Но, смотрите, мы можем сделать лучше. Вы подождете меня здесь, а я сбегаю до них и скажу. Вот человек написал. У меня в последнее время складывается ощущение, что видео Excel начали стагнировать очень сильно. Либо я просто вырастать из этого начал. Стагнировать это типа деградировать или что? Стагнация это типа шаг назад? Стагнация. А, неподвижность. Типа в гомеостазе, так сказать. Слушай, ну я тут с тобой не соглашусь. Давай, если мы будем рассматривать. Ну, у него есть очень крутые форматы. Наверное, самый сильный. Вот, по-вашему, самый сильный формат на канале Excel Show сейчас. Я могу сходу сказать, это угадай кого-либо. Угадай там полицейского, повара Мишлен, еще кого-то. Это, наверное, сейчас самый, ну, как по мне, самый сильный формат у Илюхи на канале сейчас, это угадай кого-либо. Прятки. Я скажу вам честно, я не смотрел даже прятки, которые вот вышли. Где, ну не буду спойлерить, вот эти последние прятки в доме из закрытой школы, я их не смотрел даже. А вот очень сильный формат, который цепляет абсолютно разную аудиторию, это угадай кого-либо. Ну, плюс у него из последних видосов, ну, давайте просто откроем, посмотрим. Последний видос. Сейчас у него очень сильный какой был, экстремальная готовка Мишлен. Вот это прикольное видео в целом. Беги, чтобы... А, я вот это не смотрел! Бля, я его не смотрел. Проверка лайфхаков. Все видосы, где кого-либо угадай, они прям, ну, много собрали. Ну, честно говоря, вот это выполни безумное испытание, получи 250 тысяч рублей. Мне вот этот видос очень понравился, если честно. Вот у меня задание просто супер кайфовое. Я бы хотел что-то подобное, чтобы он еще раз сделал, вот кому-то какие-то испытания дать. Потом, что еще? Ну, вот это, наверное, кто лучше знает друг друга в хозяевах, это, наверное, больше, ну, такое, как бы фанатское, больше для нашей аудитории, которые за нас шарят. А угадай кого-либо, это больше, ну, типа, он более объемный с точки зрения аудитории, совершенно разных цепляет. Ну, вот самый популярный видос у Илюхи, кто больше встретит знаменитостей, хотя вот этот видос, мне он не кажется чем-то вообще невероятным. Он крутой, но не так, как, например, там, угадай. Я, кстати, вот этот видос тоже не смотрел. Я вообще много чего в итоге не смотрел у Илюхи. Где я принимал участие, я почти ничего не смотрел. Только на стримах, если, или там. Короче, редко очень. Ну, сэр, вы забыли корзинку, и за доброту мне дадут денег. Давай. Я буду бежать и кричать. Сэр! 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 Кто последний выйдет из Куба, тоже имба. Да. Я, кстати, бля, я вот не смотрел предыдущий видос, где им там нужно убегать. Не знаю, сейчас досмотрю, может быть, и чекну предыдущее видео, которое у него вышло с пацанами. Потому что я там должен был принять участие, но меня не было в Москве, я не помню, где я был. Добро пожаловать. Спасибо большое. Ой, как вы тут обосновались хорошо. А это вы все сами, да? Да, да, да. Сэр! Великий князь! Оставить это. Ваш придворный, как его зовут там, этот, забыл корзинку. Подождите. Это вам. Спасибо, я учту это. Может быть, ложечка монетку. Выдай ему монетку. Вы забыли корзинку, сэр. Побыстрее. Я бежал весь лес за вами. Та че, будете? Хороший прогиб. Ты самый креативный, колкошка. Дай монетку. Ты хороший. Пошли. Мы проверяем лагерь. В то время так бегали, я не знаю. Почему ты забыл корзинку? А? Ладно. Бейте меня. Мы только что из нашей казны отдали. Не из нашей казны, а из моей зарплаты. Давайте так. Я хотел к этому подвезти. Получается, одна монета минус два месяца зарплаты. Да. Опять четыре дня без еды. Получается, моя зарплата составляет минус 1500 рублей. Так, где я самых вкусных червей накопал? Пойдем. Нам надо возвращаться домой. Нам, наш дом на северо-западе, нам туда. Все, спутники, хорошей вам дороги. Взаимно, спасибо большое. Какие они добрые. Так и не хочется убивать их всех. Давай пойдем чуть левее, чтобы они не поняли. Никто не поймет, что это не чипсы. Кладывай ядовитые грибочки туда. Никто никогда не поймет, что это не чипсы. Короче, я хотел дать одно заявление. У каждого будут какие-то дела. Но я хочу себе топ-1 дело, это воровать флаги. Я хочу быть самым популярным вором вообще этого леса. Я хочу воровать и быть... Знаешь, что я тебе предлагаю? Чтобы это делать успешно, ты можешь снять белую рубашку, снять рюкзак. Эту обвязку просто на руку. Вот видишь, Андрюха его видно отсюда, а князя Илью, из-за того, что он в белой рубашке, его очень сильно видно. Хотя бы телесный цвет. Может быть, мы сделаем тебе костюм из листьев? Давай, давайте. Я хочу просто воровать. Как мы сделаем костюм из листьев? Сделаем из себя дерево. Давай. Ну, мне надо при этом мобильно, потому что мне драпать надо будет сразу. Ты что? Он пошел в лагерь к... Зеленому. Зеленому. Мы можем его найти, правильно? Правильно. Ну, у нас офигенно спрятан флаг. Мне не покидает ощущение, что вот какой-нибудь шах где-то сейчас на дереве сидит. Короче, я предлагаю сделать самое здесь кайфовое убежище. Что у вас вообще с кайфом ассоциируют? Сосиски. Сосиски по кайфу вам? А как ты еще кайфануть можешь? Ты сам вот подумай, себя вспомни, ты что? От сосисок ты кайфуешь. Сейчас не голоден, чуть жадко, жадкость мучает жижда. Ну, покажи, что мучает. Пока мы их приготовим, ты уже устанешь, выдохнешься. А тут тебе сосиска. Смотри, я предлагаю другой вариант. Испытание будет, туда пойдем, там туда-сюда сделаем, сосиски возьмем, вернемся. А сейчас пока расчистим, туда-сюда сделаем, лагерь. Ну, он как будто больше знает, действительно, да. У нас пять монет. Первое, что мы должны сделать, у нас дверь не закрывается, а там флаг. Второе, в чем у нас проблема, со спины есть окошко, через которое можно залезть, чтобы украсть флаг. Нам нужно забить это окошко. Есть гвозди? А вот и доски, они здесь. Я прикрыл дырку. Дверь мы можем просто бревном приложить, не а? У нас, правда, дверь не закрывается в хлев. Можем расковырять здесь зеленый. А давай расковыряю, да. Зеленый, я иду к вам в лагерь. Где он? Как хорошо падают лучи этого солнца. Да, главное не заблудиться. Где мы? Зеленый, где ваш лагерь? Мы ищем. Что значит мы ищем? Сейчас, может, найдем. Вы должны были его определить уже очень давно. Он определен судьбой. А что вы тут, шараетесь? Сам ты шарает, понета плоская. Вообще-то там киты. Я хочу вам сказать, благодарность выразить за то, какие вы отличные купецы его брелок без яичных. Спасибо за комплимент, держи монету. Вот, и хотел бы угостить вашего без яичного спутника прекрасными чипсами. У нас самый шикарный лагерь. Где ваш лагерь? Наш цвет зеленый, ребят. Наш лагерь весь лес. Где ваш лагерь? Направо. А почему вы не могли пойти по дороге? Мы запутываем следы. Здрасте. Чего пожаловали? Познакомиться. Вам можно пройти, парни? Можно. Но сначала вам нужно пройти в наши святые святые. В первую очередь вам нужно почистить ноги. Протирайте лапки. И проходите. О, уютно, белка. Прикольно. А там что у вас? Хотя бы каждый по 7 комплиментов белке сделать. Кужакам туда нельзя. Белка, ты рыжая, ты быстрая. У тебя маленькие глаза. Это, кстати, всем белкам приятно. Твой хвост, как у лисы, но много пышнее. Да. Белки еще есть летяги. Расскажите, чешок. Белка, ты орешки все грызешь. Орешки непростые, орешки золотые. Позвольте дать пару эти белки ваши. А, да, кстати, да. Только через колено. В чашу или в... В чашу, в чашу. А вы сами не съедите эти орехи? Нет. Что всем мадаяние кидают? Отношения тоже киньте, пожалуйста. Будет вам счастье. Что не жалко, господа? Кинул семена. Вам будет счастье. Вам будет счастье. Я не забуду этот жест. Как тебя звать? Качественник. Спасибо за этот жест, качественник. Крич крутой. Встретимся на испытаниях. Все это время он там стоял. А вон и наш. Лагерь? Да. Так он находится в пяти метрах от моего. Да. А что вы обходили так долго? Хороший вопрос, я им задаюсь. Вы же могли просто так, ну типа. Но мы не эти, не философы, мы не знали. И спрятал все наворованное. Что? Мысли детские. Ты где это пронес вообще? В каком месте? Не б***ь. У него воровской карман очень надо. Это мы купили. Вы построили дома на деревьях. Да. Плюс монета. Вам надо определить лагерь. Здесь запривачено. Слишком близко к деревьям. Я предлагал к мусоркам. Типа где не цивилизация должна быть. Ну мусорки. Где не цивилизация. Давайте мы мусорщиками. Мусори, вам не нравится вот там. Мне нравится. Нравится. Уставите флаг прям, чтобы он был видимый. Установите лагерь при мне, и я ухожу. И я. Мне интересно, один монтажер делал или несколько. Потому что вот если мы возьмем, например, первые там 20-30 минут видоса, там очень жесткая динамика монтажа была. Каждые 5 секунд какие-то вставки. Вау. Вау. Зумы. Там эффекты. А тут уже более сдержанно, знаете. Как будто начало для того, чтобы удержать зрителя. А потом уже все. Он как бы вовлекся, и можно поспокойнее чуть. Улюхи 2-3 вроде всегда. Вот смотри, Богдан. Не знаю, обратил ты внимание или нет, но у вас сейчас гораздо спокойнее уже смотрится видео, нежели там первые 20 минут примерно. Тоже уйду. А ты сильно обидишься, если ты все еще... На самом деле у монтажеров есть такая тема, то что начало они делают супер охуенно, на энтузиазме, пока у них насмотренности ебанутые еще нет видоса. А когда они 500-ый раз смотрят видео, им просто уже тяжело что-то, ну, вставлять, какие-то разгоны делать. Поэтому их можно понять. Поэтому как будто имеет смысл, если такое длинное видео. Это просто мысли вслух. Вот как будто на троих монтажеров реально. Каждый там какую-то часть сделает или какую-то команду. Ты раз придешь, а лагерь вообще не здесь. Лагерь должен быть установлен. Мы кочевые племена. Нет. Не тратьте наше время. А что это юношок там запиздел так громко? Установили. Да, да. Можно фиксировать. Я был в синем лагере, так сказать, на разведке. И нигде не увидел синий флаг. Как вы это объясните? Он должен быть на видном месте. Он на видном месте? Может, нужно куда-то зайти? В некий дом. Это не счастлив, у них укрепленная застройка. Они там уже торговый центр строят. Кто успел, тот и съел. Хороший чувак. А флаг где у нас? У нас спят на территории. Вот он. Наш флаг. Вот он. Это завод. Не снимай. Не хочу, чтобы люди знали, что это парик. Я бы усел. Через три минуты испытания нужно к алтарю припасть, чтобы наш выиграл. Ребята, я жду все команды. Чувак, мне кажется, все в этой игре очень просто. Пацаны, тут только тактически надо как-то делать. У них свистнуть флаг легче некуда. Там в дом надо завидеть. У синих? Да. Внутри, да? У этих, да, у них внутри все на рынке. Возможно, этот лекарь был до этого там. Короче, нам надо будет реально устраивать сперенские вылазки вот в этих шатрах, чтобы воровать. Я готов. А пока я флаг охраняю вообще? Нет. У меня волосы болят. Пойдемте, пожалуйста, ребят. Я сейчас знаю, как напросить монету. Трах, Трахан. Да. Трах, Трахан. Я прошу заметить, что как будто уже можно второй раз нам дать монету за то, что мы первые приходим на все ваши задания, и мы просто самые послушные. Не люблю навязчивых. Слышь, малышка, налей мне кваска. Налием кваска. Синия, команда, вы где? Дорогая Брунхильда, будь к нам благосклонна. Дай нам сил. Сил. Дорогая Брухуля. И пусть мы выиграем это испытание. Выгласови наш путь. Выиграем. Наш вперед. Успехов и победят. Я Марина. Заберем золото, чтобы принести его к твоим ногам. Помоги нам выиграть в этом испытании. В общем, у нас скоро в команде будет всего два человека, поэтому если хотите скинуться на лечение Александру, у него столбняк. Если есть перекись, я бы не отказался, правда, столбняк, может быть. Без завозов я бы шурупом руку пробил. Смотрите, сейчас мы будем выполнять три испытания. Начнем лук. С веселья! Веселиться! Я говорю, я буду веселиться. Я на веселиться иду. Поднимите руку, кто веселится. Ребятам предстоит угадать слово, задавая вопросы, на которые можно ответить только да или нет. Кстати, вот эта игра, да-нет, она мне очень нравится. А есть какие-то... Хотя нет, это надо... Это с кем-то. Вот это да-нет, это супер охуенная игра. Особенно, когда мы снимали видос Илюхи, и где в финале был принцип этой игры, остались девчонка и пацаны, где был ноготь Литвина в коробке, и им надо было угадать, что там лежит. Бля, это вот просто караул был. Каждый неверный ответ будет дорисовываться линия, как в старой игре «Виселица». Всего у них 12 жизней, соответственно, 12 неверных попыток. Выиграет баллы и деньги тот, кто первый угадает свое слово, а последний будет висеть какое-то время. Пошлите тогда на ту локацию. Ведь веселиться то же самое, что и виселиц. А ты прав, мы всего-то поменяли одну букву. Нужно будет шутить только про щавель. Вырежьте, вырежьте. О-о-о, это выглядит как невеселье. Еб***чий случай, это чё? О-о-о-о. Смотри, скорее всего, это будет что-то мемное. То есть то, что тебя нарисует... Давай начнем с вопроса, с первого. Значит, это я человек или нет? Это может быть кто-то из персонажей видео, например, про девичь или кореш. Случайно, так. Давай, если это будет про девичь или кореш, я сделаю так. Три раза. Крутая помощь. Постараюсь жестко подсказывать. Как ты? Тело, понял, буду подсказывать. Если это будет одушевленное, я сделаю так вначале. Если неодушевленное, я сделаю так. Если живое, я вот так буду делать. Если не живое, вот так. Вот. Ты чё подслушиваешь? Колечко живое, крестик не живое. Евнух. Короче, у красных план проебать. Парни, вы можете себе придумать план? Я-то уже дофига поактивничал. Вон, помидоры украл. Господин Евнух, можно? Можно? А, да. Господин Большие Яйца. Да. За это полагается монета, я думаю. За что? За то, что у вас огромные яйца. Вы пока в минусе, по комплиментам. Можем ли мы, пока вот это все происходит, воровать друг другу флаги? Нет. Смотри, если животное... Давайте три пункта, а то я запутаюсь. Сейчас уже запутаюсь. Они глаза завязывают, смотри. А, значит, живое. А если я молчу, это значит, не живое. Как же гениально. IQ, три качества. Вначале я сделаю один раз. Если не одушевлен, то два. Запомни этот момент. Второй момент. Если ты будешь съедобным, чем-то... Давай я вот так надену просто. Он наденет на правую руку. На правую руку. Если не съедобным, то налево. Нам нужно закрыть глаза? Нет, не, не закрыть глаза. Давай, если это какой-то мем, вот я так сделаю. Все, хватит, он забудет. Бля, я уже все подсказки забыл, что там были сказаны. Добровольцы. Точнее, те, кто выбрались. О, нормальный рост теперь у меня хотя бы. Метр шестьдесят семь. Шестьдесят девять. Все, дерзко. Знаешь, вот эту пословицу? Тише едешь. Накуй. Сейчас отвисим тут, не переживай. Самое нужное. Одушевленное, чтобы неодушевленное. Правая рука. Правая рука. Это съедобно? Левое, не съедобно. И вот это мем. Это заминированный тапок, если что. Это мем. И он поднимает, и я сразу вот так делаю. И вот тут моя картина была. Сыграешь что-нибудь на лютне? Эй, цепь на мне. Сыпла в бе сотка тысяч на бэкэлле. Ты что, этот? Император Франкенштейна? Князь, как будто можно было лайк у людей забрать. Почему? Потому что на моменте, когда будут задаваться вопросы, они будут играть на ней. И это будет обозначение. Зачем тебе было лайк? Эй, если у тебя нет. Это да, Анетка. Эй, если у тебя нет. Я просто играю здесь музыку. Он догадывается. Ну что, вешаем их? Таковы правила игры, поймите. Что так, господа, союзники того, кто будет висеть, за подсказку я моментально вешаю вашего участника. Если я обнаружил, кашлями... Я вам так, легкий спойлер скажу. Там все подсказывали друг другу. Там все друг другу подсказывали. Морганиями, игрой на балалайке. Я просто играю. Или если вы громко выкрикните ответ, это тоже подсказка. Блядь. Удачи нам. И на них падает этот. Огромная бутылка летеныша. Это завод. А вы знаете слова? Ангус, ангус. Ангус это котлета. Сколько попыток у нас всего? Двенадцать. Семьдесят. Мы вам до ночи стоим и угадываем. Слово арбуз. Что я не могу делать? Арбуз, арбуз. Ваше внимание. Представьте... То есть, справедливости ради у нас будет самое легкое слово из всех. Непослушники. Непослушники. Грешники. Грешники князя или комфортного? Повесите. Повесите. Убить. Ты придурок? Помилуй. Травнуть. Ты в моей команде. Трав. Поддерживаю. Жать черетиков. Ты не в Риме. Ну, кстати, с другой стороны, если он умрет сейчас, то меньшая часть нашей команды погибнет. Ты че стоишь как на линейке, б***ь, Дань? Ну, че ты позоришь? Че? Итак, я пишу вам слова. Придворный, чего делаем? Вайбе. Ну, какое слово? Первый, второй и третий. Можно нам слово машина? Можно нам слово мужчина? О-о-о! Хороший парень, кстати, синяя команда. Наши любимчики. Конченые просто. Бегайте, пожалуйста. А у кого почерк хороший? Б***ь, у тебя хороший почерк. Можно я писать слова? Давай напишу. Вот этого справа за пять монет покупаю. Посередине продаю за четыре. Дом-дом. Пёрни. Это за вас. За вас. Ну что, я разворачиваю ваши слова. Ну, у нас реально очень лёгкие слова. Итак, смотрите, за каждую ошибку я рисую вам, собственно, палочку. Никакой реакции не давайте. Как это объяснить? Бл***ь, Дань, мы п***ли. Ты можешь даже не стараться. Чё, вообще п***ц? Это невозможно разгадать. Я тоже. Давайте слева направо. Это человек? Ну, это человек. Ну, это спорно. Подожди, спорно, это человек или нет? Ну, да, это человек. Это человек? Свой придумай вопрос. Да, это человек. Это живое существо? Да. Это мифическое какое-то существо? Нет. Я рисую первую палку тебе. Это мужчина? Мем. Как это, х**, погадать? Следи, чтобы не подсказывали. В этом слове пять букв. Бл***ь, как он угадывает? Рисую. Как бы это тебе вообще помогло? Я просто полу придумал, хотел сразу сказать. Это что-то мемное? Ну, да. Бл***ь. Ну, это было... Я не верю. Что? Следи за ними. Что я могу делать? Мы вообще ничего не говорили. Они делали troll face, он догадался, что это мем. Мы не делали troll face, есть камера, там нет troll face. Дань, аналог слова молоко. Я думаю, он понял. Это протеин? Бл***ь, ты! Я же шучу, какое молоко, б***ь? Да ты долб***ь, б***ь! Это человек, да? Это протеин? А им качкам один х**, б***ь. Что человек, что протеин? Это креатин. Это мужчина? Ну, мужского по... Да. Это свежий мем? Да. Это реальный человек? Б***ь, какой ты... Я же тебе говорю, аналог слова молоко. А мне скажи аналог. Таракан. Ага, окей. У этого человека была профессия? Ну, именно профессия, за которую деньги платят. Я думаю, нет. Я думаю, да. Я думаю, да, тоже. Как будто да. Это как бы не работа, но призвание. Ну, за это же не платили деньги, наверное, нет? Как понять богатыри? За это получаешь деньги? Богатырь это же... Подождите, ну как? Бля, я не понимаю. Платили богатырям деньги? Подождите, богатырь это. Богатырь это. Герои русских былин, совершающие воинские подвиги. Герои былин из Казани, отличающиеся большой силой и совершающие подвиги религиозного или патриотического характера. Богатыри стояли на страже Руси на заставе. Но это не профессия. Это просто... Это призвание какое-то. Герои. Герои не получают денег. Объективно. Теоретически за это могут платить. Теоретически за это могут платить. Теоретически. Теоретически могут и за палец в жопу заплатить. Спасибо, вы мне помогли. Но это не работа, поэтому... Свежий мем. Надо сначала, наверное, определиться. Он про кого? Про женщину или про мужчину? Он про... Про этот мем можно гендерно ответить? Да или нет? То есть он про мужчину и женщину или про что-то отвлеченное? У него местоимение, а она они. Не слушай их. Нельзя гендерно сказать. Может быть и то, может быть и то. Дань, про профессию спрашивает. Ты узнал, что это мужчина, не молоко. Теперь про профессию. Это профессия? Да. Пока не ваша очередь, думайте вопросы. Я уже придумал. Какой? Гейнер? Это в единичном экземпляре или нет? Нет. Значит их несколько. Хорошо. Если это нельзя отнести к мужчине и женщине, значит это какая-то группа? Да. Это профессия. Какую подсказку он дал? Это в единичном экземпляре? А, нихуя. Нет. Значит их несколько. Хорошо. Если это не... Я этого не видел. Нельзя отнести к мужчине и женщине, значит это какая-то группа? Да. Это профессия, написанная на дощечке, связанная с тематикой сегодняшнего дня. Это древняя профессия? Да. Считается ли это вопрос, если я точно скажу? Ну, если я отвечу, что это нет, значит, черточку я рисую. Ну, ладно, не хочу. У меня есть мама. И вот поймешь, да, что ему ответить? Да, есть мама. Так, у меня какая-то мемная группа людей или мифических существ каких-то. Либо просто существ. Блядь, кто это нахуй вообще? Я просто вспоминаю все свежие мемы. У меня Nike Pro. Шавель, да. Пикми. Арбуз-арбуз. А другие что-то как-то вообще не встраиваются в эту парадигму. Итак, вопрос. Про этот мем знают взрослые? Да. Той, да, он же сказал. Ой, извиняюсь. Мне просто пи***ть как хочется. Эта старая мужская профессия связана с металлом? Нет. Я честно не видел, что у Марата, но я потом на ушко схожу и предположение. Я вот угадал еще его слово, но я свое готов ответить. Внимание, да он говорит слово. Это человек мужского пола, в которых была целая линия. То есть он был не один. Это было как призвание. И мой ответ богатырь. Совершенно верно. Денис. Хорош. Как же Денис. А за что меня вешают? Ваше слово богатырь. Бля, наше слово это за... Ну ты сказал призвание, а ты п***ть какую подсказку дал. Ваша команда красных получает пять монет. Здравствуйте. А как будет победа определяться финальная? За количество... Ну вот получается команда, поскольку они угадали первым, они получают очко. Так, мемы, про которые в курсе взрослые. А, боже мой. Я думал, Марата Кощей. Это случайно не связано с Мия и Бойкой? Они все. Связано. Хорош. Кажется, я понял. Да ну еб... Единственный вариант сейчас прям назвать слово. Нет, слушайте, ну у Дерзка невозможно было отгадать. Я не знаю, какие вопросы ему нужно было задавать, чтобы отгадать придворный шут. Это же не то, что просто шут, если бы у него было не придворное, а просто шут хотя бы. Вряд ли он сейчас скажет ждун. Так, это человек, профессия, мужчинская. Древняя, старая. Не протеин это. Ну я думаю, это кузнец, но это не связано с металлом. Да, братан, я выиграл походу. Я понимаю. Давай вот финальный мой ответ. Мужская профессия, древняя. Цирюльник. Ёб твой род, какой целюльник? Ну это с кем я? Нет. Мы при***ли. Пойдем в Ладу. Сейчас единственная надежда, что Марата соберет. Убейте его. Ну это же все понятно. Если Мия-бойка, Мия-бойка, то это, конечно же, покемоны. Шучу, квадроберы, квадроберы, конечно. Я уже обрадовался. А у меня что за слово? Не говорите, не говори ему, не говори. Не говори, сотри. Пусть он никогда не узнает. Ну давай, ну сотри, сотри. Вот как ты это указал бы, блин? Это невозможно. Я бы не показывал. Нет, давайте еще попытку, может. Давай, смотри, я тебе даю две попытки. Три буквы в слове. Мужская профессия. Раб. Это не профессия. Профессия, раб. Бл***. 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 Я вообще забыл про это. Я люблю никаких вторых попыток, рубите его. Бейте его. Да за что, б***ь? А что там было? Притворный шут. Шут? Притворный еще там слово. Как это угадать? Так это вообще, б***ь, что за слово? Ты что на меня не смотрел? Я тебе и вот так вот показываю, и брум-брум-брум. Да вас сил не хватит. Можно я тоже помогу убить его? Головой ударь, я думаю. Как смешно он висит. А ты получаешь три монеты. Он так будет висеть? Наказание для пацанов. Они там будут час стоять? Ребят, ребят, повесьте меня. Ставьте на несколько часов его так. Я могу еще. Подразверни меня. Принесите помидоры. Видели, как я вырвал эти три монетки? Потапку я понял, что это мем. Я просто не мог его вспомнить. А, помидоры, помидоры. Ах ты, тварь. Это Ярик Монарик кидает. Убейте его тоже. Кидайте. Можно? Разрешаю кидать помидоры только зеленой команде. За что? Влад, ну как так промахнуться можно пять раз? Ужас. Мы его реально с вами висеть? Так я в луке участвую. Да все, закрой рот. Я в луке участвую. Друзья, я решил поделить это видео на две части, и она выйдет уже 29 сентября. Там вас ждет кучу разных интересных испытаний и смешных моментов. Выпуск будет очень насыщенным. А также эксклюзивно в АК-видео вышел мой футбольный ролик, где мы с ребятами демонстрировали свои футбольные способности, а точнее их отсутствие. Поэтому по ссылке приходи обязательно смотреть. Значит, кто мой дед? Кто? Леголас. Это луковица. Чиполина. Ты не видел, как я показывал собаку? Или ты думал, что я просто поеб, когда язык высовывал? Мне кажется, ты не должен был так делать. Запомните, ребята. Здесь все жульничают. Это факт. Всегда. Конечно, как богатыря отгадать. Ты что, вообще что? Приказать? Ебану, мне было бы тяжело в темпориатце. Типа я не... Я сразу восемь был, и все, понятно. Наконец-то! Я просто вопросы задавал. А, ну вот концовка. Вот так она закончилась. Там, кстати... Помните, мы смотрели вписку с папичем, и у них на втором канале вписка Broken Life вышла про папича неизданная. Ну, я не знаю, мы, наверное, это смотреть не будем. Ну, короче, неплохой в целом видос. Вот под конец как раз-таки он начал, как бы, чуть больше раскрываться с более интересной стороны. А первый час... Ну, вот я и говорю, что это такая... Разгон, такое вступление в видео. Вот когда выйдет вторая часть, вот там самое интересное и будет. Там будет момент, короче, где меня на атомы от смеха просто порвало. Вот просто на атомы меня разорвало. У меня давно такого не было. У меня истерика прям там началась. Я бы даже так сказал. И получается... Ну, это уже прям под конец, наверное, будет. Это, да, легкий прогрев такой вам для того, чтобы... Ну, сейчас я вот... Я могу вам просто по звуку включить. Только звук просто этого видео. Я могу автопорта вернуть. Спасибо.